В свое время директива номер два президента Беларуси о дебюрократизации государственного аппарата дала гражданам надежду полагать, что теперь их обращения будут рассматриваться быстрее, а проблемы решаться эффективнее и без привычной тогда бумажной волокиты. Время показало, что так оно в итоге и оказалось. Так работа прямых телефонных линий, которая сейчас каждую субботу работает во всех исполнительных комитетах страны, стала одним из самых эффективных инструментов в борьбе с насущными проблемами и трудностями граждан. Когда эта система только начинала работу, количество обращений было существенным. Это связывалось с тем, что граждане звонили в областной исполнительный комитет сразу, минуя этапы районов и города, хотя проблему можно было решить на местном уровне. Также большое количество обращений было связано с самой возможностью позвонить и напрямую, минуя различные бюрократические препоны, обратиться к тому представителю исполнительной власти, кто обладает существенными полномочиями в решении того или иного вопроса. Также эффективно показала себя практика личных приемов представителей исполнительной власти. Существенно, хотя и не без трудностей, и на этапе развития поспособствовала дебюрократизации и служба «Одно окно». На сегодня отмечается снижение количества обращений. Однако, как подчеркнули на заседании Гродинского областного исполнительного комитета, это совсем не свидетельствует о том, что проблемы решены. Они есть и по-прежнему возникают. Некоторые, такие как дороги, и вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, будут неизменно возникать снова и снова. Но механизм их решения теперь налажен, откорректирован, усовершенствован и более эффективен. За прошедший год в исполнительные и распорядительные органы Гродненской области поступило почти 15 тысяч обращений, что по сравнению с 2017 годом на почти 2 тысячи меньше. У жителей Гродничины возникают вопросы в сфере образования, от вопросов опеки и порядка усыновления до проблемы подвоза детей к школе. В сфере оказания социальной помощи, законности, непорядка, волнуют также жителей вопросы, связанные с охраной окружающей среды, экологической безопасности и охраной памятников истории и культуры. По-прежнему возникают случаи, когда несогласованность действий органов, рассматривающих обращения, обоснованно порождает недоверие к государственной власти. Однако чаще все же удается урегулировать вопросы и найти приемлемое решение проблем, которое устраивало бы все стороны. Помимо обсуждения о реализации, директивы номер 2 обсудили на заседании Гродненского облсполкома и состояние кормопроизводства и меры по созданию прочной кормовой базы. В этой сфере успех в том числе сильно зависит от капризов погоды и никакие умения аграриев иногда не могут выполнить доведенные показатели. Так вышло и в прошлом году, когда из-за очень засушливой летней погоды был поврежден второй укос многолетних трав, луговых угодий и однолетних трав, что способствовало недобору всех видов кормов практически в каждом районе. Так, из планируемых полутора тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов и более миллиона тонн зернофуража, заготовлено было 1285 тысяч тонн травяных кормов и 638 тысяч тонн зернофуража, что существенно ниже прогнозируемого. Прошлый год был не характерный и вообще на протяжении последних трех лет у нас постоянно были какие-то, ну я скажу так, неприятности. В 2016 году было зерно, не было травяных кормов, в 2015, наоборот, были травяные корма, не было зерна. Поэтому задача стоит, чтобы заготавливать столько, чтобы нам хватало. Это порядка 30 ценнерокормов в единиц. Субтитры создавал DimaTorzok